Способность России совершать ракетные удары будет сокращаться. По оценке западной разведки и военных экспертов, массированные ракетные обстрелы России и объявления мобилизации вряд ли изменят динамику боевых действий, которые сейчас находятся на стороне украинской армии. Темп контрнаступления ВСУ в ближайший месяц замедлится. Американские и другие западные должностные лица считают, что ВСУ продолжает контрнаступление в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что погода замедлит темп войны. А российскую армию они называют угловатой, плохо оснащенной и измученной, которая не сможет противостоять моторным, высокомотивированным и лучше вооруженным украинским военным. Один из западных чиновников на условиях анонимности выразил мнение, что в какой-то момент в ближайшие месяцы погода может заставить Украину прекратить наступление. Однако пока украинцы сохраняют инициативу и импульс. Однако уже не ожидается, что Россия сможет захватить гораздо больше территорий. «Украина так радикально изменила ход борьбы, что единственный нерешенный вопрос состоит в том, сколько еще территорий Украина сможет вернуть, а не в том, сможет ли Россия достичь своих целей», сказал Роб Ли из Филадельского исследовательного института внешней политики. У Украины есть преимущество на поле боя. По данным американской разведки, в ходе войны страна террористка Российской Федерации потеряла 6000 танков, бронетранспортеров и другой военной техники, и некоторые из них захвачены целыми, невредимыми защитниками, пополнив их арсенал. «Украина имеет преимущество, и Россия вовсе пытается соответствовать этим преимуществам. Пока Украина продолжает получать поддержку НАТО и продолжает получать альтериевию, Украина должна продолжать добиваться успеха», сказал Ли.